Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112 в студии Юлия Задорина. Я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 27 января по 2 февраля 2020 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 124 сообщения о происшествиях, из них 9 преступлений, из которых 6 раскрыты в течение дежурных суток. За неделю произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых никто не пострадал. Ранее в поселке Красное Ненецкого округа совершено 2 дорожно-транспортных происшествия. Так, 18 января 2020 года в 14 часов в районе дома номер 17 по улице Красное в поселке Красное водитель, управляя снегоходом, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2011 года рождения. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, в связи с чем был доставлен в приемное отделение Ненецкой окружной больницы. 22 января 2020 года около 18 часов 50 минут в районе дома номер 13 по улице Тундровая в поселке Красное водитель, управляя незарегистрированным в установленном порядке снегоходом, не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения, и утратил контроль над управлением транспортным средством и совершил наезд на пешехода 49 года рождения. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, в связи с чем самостоятельно обратился за медицинской помощью в ФАП поселка Красного. По данным фактам возбуждены дела об административном правонарушении, в настоящее время проводятся проверки. У МВД России по Ненецкому автономному округу информируют граждан о том, что с 3 по 12 февраля 2020 года на территории округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Притон». Целью проводимого мероприятия является выявление фактов организации содержания наркопритонов на территории Ненецкого округа. Стражи порядка призывают жителей региона сообщать о лицах, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, о лицах, незаконно приобретающих и хранящих, перевозящих и изготавливающих, избывающих наркотические средства, а также психотропные вещества или их аналоги, о лицах, содержащих притоны для потребления наркотиков, а также о лицах, склоняющих к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, в том числе несовершеннолетних. Всю известную информацию жители округа могут сообщать непосредственно в отдел по контролю за оборотом наркотиков по телефону 8-911-650-5749, либо в дежурную часть управления по телефону 02 или 4-21-26, или на телефон доверия 4-21-52. Анонимность гарантирована. 27 января текущего года в городе Наринмаре сотрудники госавтоинспекции получили новые патрульные машины. Торжественное мероприятие прошло перед Дворцом культуры Арктика в городе Наринмаре. В церемонии принял участие губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Он передал личному составу окружной госавтоинспекции ключи и документы от пяти новых патрульных автомобилей, укомплектованных по последнему слову техники. Один автомобиль был приобретен за счет окружного бюджета, а четыре машины поступили в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения», нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После завершения мероприятия госавтоинспекторы отправились на железных конях к местам несения службы. Уже сегодня новые автомобили можно будет увидеть при осуществлении патрулирования дорог города и поселка Искателей. Сотрудниками уголовного розыска выявлена кража телефона и денег через банковское приложение. Оперативниками установлено, что женщина 89-го года рождения употребляла спиртные напитки, находясь в ночном заведении. Там она познакомилась с жителем села Тельвиска и через некоторое время поехала с ним к нему в гости. Когда мужчина уснул, в результате чрезмерного выпитого алкоголя, гостья забрала его телефон и покинула жилье. В дальнейшем через похищенный гаджет посредством мобильного банка она, по своему усмотрению, распорядилась денежными средствами в сумме 10 тысяч рублей. Владелец похищенного телефона в правоохранительные органы не обращался. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Стражи порядка призывают жителей округа воздержаться от чрезмерного употребления спиртных напитков с малознакомыми людьми и ответственно относиться к своему имуществу, особенно к мобильным телефонам. Полицейский напоминает о защите ваших денежных средств от преступных посягательств. Если вам позвонил неизвестный человек и представился сотрудником банка и сообщил о подозрительной операции, которая требует немедленных действий со стороны клиента, ни в коем случае не продолжайте разговор. Мошенники хорошо знакомы с психологией, говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного колл-центра. Все это помогает им втереться в доверие клиенту банка и сделать так, что он потеряет бдительность. Например, обманщики говорят, что по карте проводится подозрительный платеж на крупную сумму, и чтобы его остановить, нужно срочно сообщить данные карты. Пин-код или одноразовый пароль из СМС-сообщения. Если человек колеблется или отказывается их называть, ему угрожают, что деньги с его карты прямо сейчас идут к мошенникам. Стражи порядка призывают граждан быть бдительнее и не поддаваться на уловки мошенников. В окружной полиции подведены итоги по предоставлению государственных услуг за 2019 год. 29 января текущего года в зале совещания УМВД России по Нинецкому округу состоялось заседание рабочей группы по повышению качества предоставления окружной полиции государственных услуг под председательством заместителя начальника управления полковника внутренней службы Сергея Сахарова. В ходе заседания рассмотрены результаты работы подразделений по предоставлению государственных услуг за 2019 год, в том числе в электронном виде. Всего за указанный период в управление поступило 12 176 заявлений граждан для получения государственных услуг. Из них в электронной форме 10 680 заявлений, что составило 87% от общего количества обратившихся. Кроме того, обсуждался вопрос удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных услуг. Подразделение УМВД проведен мониторинг уровня удовлетворенности заявителей качеством оказания госуслуг по итогам 12 месяцев прошлого года. В опросе приняло участие более 2000 граждан. Из них удовлетворены качеством оказания госуслуг 2070 граждан, что составляет 99% от общего числа опрошенных. В завершении заседания Сергей Сахаров отметил, что Управление активно реализует комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию деятельности по оказанию государственных услуг в электронном виде. И в дальнейшем работа в данном направлении будет продолжена. УМВД России по Ненецкому автономному округу проводит опрос граждан по антикоррупционной деятельности ведомства. В период с 27 января по 19 февраля текущего года подразделение УМВД по профилактике коррупционных и иных правонарушений проводит онлайн-опрос граждан на официальном сайте управления 83.mvd.rf В подразделе «Противодействие коррупции» каждый посетитель имеет возможность оценить работу ведомства в данном направлении, отметив свой вариант ответа, характеризующий уровни работу подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 2019 году – высокий, средний или низкий. Это была программа 112. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова